Полиция Адыгея вновь напоминает о порядке обращения в УВД через сеть интернет. Такие заявления проходят обязательную процедуру регистрации, и по результатам их рассмотрения граждане информируются о принятых решениях. Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес для ответа в письменном виде. К интернет-обращению гражданин вправе приложить документы в электронном виде, либо направить указанные материалы или их копии в письменной форме. В обращении следует изложить его суть, просьбы, причины несогласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что нарушены его права, а также иные важные сведения. МВД объявляет о приеме творческих материалов журналистов на конкурс «Щиты Перо-2020». В нем участвуют работы, вышедшие в СМИ или размещенные в сети интернет с 1 июня 2019 года по 31 мая текущего года. К участию приглашаются журналисты, представители общественных объединений, сотрудники ОВД и правоохранительных структур. Материалы с пометкой на конкурс «Щиты Перо» направляются по адресу город Майкоп, улица Индустриальная 2А, дробь 1. Номинации «Полиция, доверие», «Честь, долг, мужество», «Гражданская позиция», «Меняемся вместе», «Пиар-проект года», «Лучший интернет-проект о полиции в интернете», «Лучшее подразделение информации и общественных связей МВД России». В связи с проведением в 2020 году года памяти и славы в рамках конкурсной номинации «Меняемся вместе» дополнительно учрежден приз за лучший материал о сотрудниках милиции в годы Великой Отечественной войны. Более подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на сайте МВД России. Дополнительные сведения можно получить по телефону в Майкопе 596318-596320. В Адыгее полиция продолжается работа по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъяты различные виды веществ, как синтетического, так и растительного происхождения. Сотрудниками профильного подразделения Межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» проведен комплекс мероприятий по изобличению женщины, причастной к незаконному обороту наркотиков. 22-летнюю жительницу одного из центральных регионов задержали после того, как она прибыла в Адыгею. В сумке задержанной обнаружено два крупных свертка с героином общей массой более 270 граммов. Это заключение дали эксперты МВД. Также у женщины обнаружены изъяты шприцы, фасовочные пакеты, весы, изолента, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи. Как выяснили оперативники, она планировала расфасовать героин на разовые дозы и реализовать его путем закладок. Возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Полиция Майкопа в ходе проверки информации о причастности 31-летнего местного жителя к хранению наркотиков в доме мужчины обнаружен тайник с крупной партией запрещенных веществ. Подозреваемый хранил части конопли массой более 210 граммов, а также около 120 граммов марихуаны. Также следствием полиции Тахтамукайского района возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Основанием для этого послужили результаты проверочных мероприятий. Установлено, что фигурант не только хранил, но и покушался на сбыт марихуаны своему односельчанину. Тайник с солью сотрудники полиции обнаружили и в автомобиле 35-летнего жителя Краснодарского края. В Геогинском районе задержан 39-летний мужчина. При себе он хранил сверток с марихуаной весом более 8 граммов.